Ксения Собчак на этой неделе сделала, как многие полагают, сенсационное для российских реалий заявление. Она сказала, что Крым не наш, то есть не российский. Цитата. С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Вопрос, чей Крым, уже давно стал для российской оппозиции маркером свой-чужой. Для украинцев российский либерал заканчивается там, где начинаются непрямые ответы на этот прямой вопрос. Именно поэтому высказывания Ксении Собчак многие расценили как прорыв. Наконец-то хоть кто-то сказал об этом прямо и смело. Стоит отметить, что именно в эти дни в самом Крыму за такое же по сути высказывание Крым это Украина судят крымского татарина Сулеймана Кадырова. Его обвиняют в публичных призывах к нарушению целостности Российской Федерации. Но о словах Ксении Собчак в Кремле отозвались мягко. Неправильны по форме и по содержанию, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Впрочем, разных высказываний о Крыме у Ксении было много и риторика менялась. Март 2014 года. Кстати, мои все друзья были против Крыма. Я в гордом одиночестве считаю, что это блестяще разыгранная политическая комбинация, писала Ксения. И вот еще из колонки на сайте СНОБРУ. Я тоже считаю, что Крым должен был стать частью России. Но эту историческую несправедливость нужно было решать годами переговоров с Украиной. А не воровать канделябр из горящего соседского дома. Пусть даже этот канделябр был подарен вами по пьяни. 2015 год. Для Путина это был ход правильный. И логика тут такая. Отношения с Украиной все равно испорчены. Они не наладятся вне зависимости от Крыма. Наконец, заявление 2017 года о желании выдвигаться в президенты. Цитата. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной. В рамках этой кампании я даже не за Крым наш и не против. И финальная точка. Крым украинский. Российские оппозиционные политики так или иначе затрагивали вопрос Крыма. Самым запоминающимся стало сравнение полуострова с бутербродом. Алексей Навальный заявлял, что если станет президентом Российской Федерации, не будет пытаться вернуть Крым Украине. Крым это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать, говорил политик. Я как президент могу гарантировать одно, что я проведу там честный референдум, добавил он. В свою очередь Михаил Ходорковский заявил о том, что вообще не считает вопрос Крыма очень важным для российского общества. В споре с крымско-татарским журналистом и активистом Айдером Муждабаевым Ходорковский сказал, понимаю ваше желание, чтобы для российского общества главным вопросом был вопрос Крыма, а единственным решением его возвращения Украине. Но это не так. Российское общество хочет решать другие проблемы, писал Ходорковский. Оппозиционный политик Илья Яшин предлагал сделать из Крыма российско-украинский Гонконг и управлять территорией совместно. А Ирина Хакамада говорила о том, что помириться с Украиной можно, выплатив ей компенсацию. Разные высказывания о Крыме звучали из уст членов партии «Яблоко». Глава Псковского регионального отделения партии Лев Шлозберг прямо признавал, что цитата «аннексия Крыма» была беззаконием, и России необходимо признать эту проблему. При этом и Шлозберг не удержался от пищевых аллюзий. Примитивное представление о том, что мы взяли кусок, съели или нет, пожалуйста, вынь его изо рта и положи в холодильник. Так предметы не возвращаются, говорил Шлозберг. Слова «Крым не наш» звучали из уст лидера «Яблоко» Григория Явлинского. Но он предлагал не возвращать Крым, а провести международную конференцию. Цитата «Она даст ответ на вопрос, как по украинским законам провести референдум на том же уровне, что и в Шотландии». При этом «Яблочники» на местах, например, депутат Законодательного собрания Республики Карелия Эмилия Слабунова, говорила, что в планы партии возвращение Крыма не входит. «Яблоко» сможет разрешить конфликт с Украиной, не отдавая при этом Крым и Севастополь, сказала она. Особняком тут стоит лишь публицист Борис Вишневский, тоже член партии «Яблоко». Только в его позиции, пожалуй, нет никаких оговорок. «Крым не наш, это ворованное. Ворованное должно быть возвращено». Без всякого объяснения причин, почему это сделать сложно или нельзя. Но пока российским оппозиционным политикам сложно или нельзя хотя бы прямо высказаться о Крыме. Само сочетание «Крымский вопрос» для многих из них превратилось в абстракцию, пустой шар, который каждый наполняет тем, чем считает нужным в данный момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова